Субтитры делал DimaTorzok 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 Такое SpiderTorzok Субтитры делал DimaTorzok эль патрон последний с юспом находят да я все же до конца от него неудача ну и наконец-то закуп мы видим со стороны команды rush 3d первый оружейный раунд на карте the train давайте посмотрим как же это будет кто же окажется в плесе пока что видим готовится раскидывать у нас казахи place а но вот самом деле все грамотно получается выхода нету с выходом ребята решили вот не спешить таки аккуратно пытаются отыграть но вот совсем скоро все же придется им выйти и раунда арт принимает зелень первого он принял без проблем mouse минус вы верхние за ноты галантис выходит здесь консольт не остается но минус он свой уже сделал quick art правляется вперед зелени mouse скрывает нас того самого кризна минус quicker последний галантис тоже у нас погибает в итоге раунд все же для игроков команды диффенса ну чтож полу экономические бы так бы назвал команды лук их действия пока что они пытаются как-то как-то хотя бы один какой-то минус да и оформить в итоге мало бывает у нас да и в сутки в коридорах находится остальная команда то есть конечно же сверхнизу это действовать в итоге все же спускается галантис один единственный вниз но там абсолютно ничего не тоже аэро должен быть на приеме прямо сейчас в итоге все же убивает в квикерт литл минус мало что слайма кризон хухухуху ставит галашу для литла в итоге два в три ситуация еще один минус от кризна дальше выходит убивает еще иль патрона от 1 2 же ситуация что творит на скризон просто что-то нереальное что же вводят 1 минусуют и последний у нас галантис в place остается видим пытается разминцевать проходят дальше вперед за другой страны бомбы находится подобрал девайс взял его в выбивает последнего арта 4 1 польза команды лог берут они тот самый бой с одним автомата калашниковым и четырьмя по моему так найнами итоге все даже удачно получается игроков из казахстана заканчивается параллельный матч над кокс против команды пайф ракс там у нас солнце чем в один команды и над кокс побеждает пайф ракс ну и честно говоря займусь данным делом тем временем экономически вот команды раш 3 д потихонечку они проходят вперед пытаются конечно же играть по джинам в этот девайс но пока этого не происходит как мы видим и и и и и и и и ну che есть 2 минус вектор Убивает нас Арта. Альпатрон пока что находится за центральным вагоном. Абсолютно ничего не видит. Дайроуд принимает отлично у нас Дая. В итоге 4 в 4 уже ситуация. Галантис самуфлэя первая минусует. Дальше открывается отлично Альпатрон. Разменит своего тиммейта. Но Кризон немножко не по таймингу выходит. Литтл идет в спину для... Флейма, походу. Да, Флейм прошел дальше вперед. Ну и, по-моему, этот парень сейчас даст себе заявить немножко. Надо было за Литтлом быстрее всего смотреть. Потому что они разминулись. Прямо сейчас разминулись. В итоге Флейм в спину убивает нас Литтла. Ну и последний Айрон с Ванасом остается. Минус 1 оформляет. 1 в 1 ситуация. Но вот 10 хелспоинтов у Квикерта. Это совсем не сок. Придется нереально аккуратно действовать. Ну и Айро решает поменять позицию. Решает, вот видим, стянуться между линиями. Именно там посмотреть, куда же мог уйти его оппонент. Квикерт, граната от него. Айро проходит дальше вперед. Ну и не понимает. Не понимает, где же находится его оппонент. Ну и что ему в таком случае делать? Тоже 2, 1, бомбра зафиксирована. Ошибочка! Вот Квикерта в итоге выигранный раунд команды Rush 3D выполняет они свой зачет вторым. В итоге 5-2 становится счет. В нашем противостоянии. Ну и что же, Rush 3D закупается очень интересно. Или патрон, особенно с этим лютым дробовиком, будет смотреться, наверное, очень-очень круто. Ну и занимает он соответственно такую очень значимую позицию видим на верх-низе. Где и, конечно же, будет уже принимать своих оппонентов. Но немножко попозже. Пока что видим, вся команда Lock стягивается у нас под точку B, куда и планирует входить. Галантис, видим, с нижней волны действует. Выпрыгивается ВП. Абсолютно пока что никого не видит. Литрол прикрывает нас верхнюю волну. Идет оттуда раскидка. Ну и прием с Фанасом. Минус 1, бомбра. Того не удалось зажечь. В итоге Эль Патрон через спину, видим, убивает нас Кризна. Минус от Флейма. Именно 2 минуса от него. Установка бомбы. Ну и полетают, гранаты. Командар H3D попытается зажать на сплейме, но это будет очень тяжело сделать. Но Клейм сам тебе дает знать, как вообще действовать в таких ситуациях. Ну и последний Галантис остается. Вблизи он играет и минус у Тарта в итоге берут еще один раунд Командар H3D. 5-3. 5-3 становится счет в матче. Ну и все же бай от команды лог мы видим. Все же деньги у ребят есть и решают закупиться. И причем даже неплохо у них закупаются. Хотя вот я вижу Квикерт все лишь так наверное играет. но ничего страшного в этом нет. Как бы патрон-то играл с дробовиков. Ничего, нормально. Выиграли раунд. То же самое с Тэк Найн. Сейчас посмотрим, что ребята придумают. пока что по карте распределились у нас игроки. Ну и самый главный это Галантис который видим на верхней линии пытается кого-то найти но вот на точке Б таковых нету. Все же со снайперской винтовкой он играет. Эль Патрон за трансформатором будет принимать своих оппонентов. Пока что вот у нас тоже взлетает. есть первый минус от этого патрона. Дальше открывается флейн. Сразу же разменивает. Маус как тут цвеляет точно в цель. Ну и дай выходит сотки. В итоге Маус еще один минус оформляет и его только успокаивает у нас квикерт. В итоге переспривез Мауса ну и Литл последнего видим прошивает и в итоге есть четвертый для команды расстреляя. Потихонечку начинает сравнивать ребята в счет ну и пауза ставится со стороны команды лог. Ну как бы денег как видим особо ребят нету поэтому сейчас быстрее все экономически у нас залетит после чего посмотрим за тем самым байраундом хотя писон покупает себе у нас квикерт так наверное я вижу вот остальных игроков и это будет давление правда я не знаю куда такое давление сейчас побежит но то что оно будет достаточно опасным я уже в это верю эль патрон не изменяет своим как видим позициям принципам покупает себе снова дробовик сейчас поглядим к чему этот дробовик нас приведет ну что же анпауз потихонечку будет залетать давайте посмотрим куда же ребята направятся у нас справляется всей командой пока что на зелень да нет ошибаюсь конечно же будет это раскидка на точку ап после чего наверное выход на ту самую сотку через сотку на плейс эльпатрон готовится готовится принимать под флешку вылетает у нас к эльпатрону флейма в итоге минус уже первый игрок команды атаки принимает мауса в итоге выбивает в последнюю секунду последними патронами своего оппонента плент и минус последний пикерт в итоге 5-5 все же сравнивать у нас игроки команды дифенса ну и снова не сильно хороший закуп мы видим команду лук сссг отыгрывает галантис но попадает но попадает у нас по маусу ох отвечает по галантису неплохо у нас маус в итоге кикерт потихонечку проходит по зелени прилетает мосмок и вынужден конечно же после этого назад немножко отходить движения никого не будет аэро на нижнюю волну в итоге вдвоем выходили сверху и снизу но закрывает этот эльпатрон находящийся рядом ну и маус видим в окна себе точнее не окна я уже даже диспетчерскую что ли так лучше назвать более понятно данную позицию залетает туда в итоге кикерт минусу этого самого мауса теперь уже ситуация 2-2 2-2 литву самостоятельно промахивается но второй выстрел все же попадает точно в цель последний кикерт остается замечает в итоге отлично стреляет между вагонами ну и есть шестой для команды 1-3-д это значит что ребята все же вырывают преимущество свою пользу 6-5 польза и закуп диффенса ну и закуп закуп стороны команды из казахстана берут ребят среднего оружия есть еще даже денежки на раскид сейчас на самом деле посмотрим что ребята придумают снова расходятся ну и пытаются нас немножко удивить своим выходом наверное на точку а но там вблизи вблизи летать на маус но это не сыграло то что хотели исполнить у нас игроки команды 1-3-да тогель патрон поднимает решение в диспетчерскую у нас залезть ну а как диспетчерская нормально айра ой айра минус один от него дальше сотку не закрывается уже успевает отпрыгнуть назад у нас игрок атаки ноги верх-низ все же закрывают нас призвано то исполняет патрон минус него минус галантис спускается дальше вниз встречает еще квикерта ну и уже вдвоем остается у нас игроки команды лог и на двоих у них 9 хп самое интересное но это ничего страшного нету арт видим убивает кризона ну и флейм остается один в два ситуация ну и по хеллс-поинтам не скажешь что там у кого-то преимущество есть но видишь позицию отлично занял патрон в итоге все это мне кажется сыграло свое 7-5 7-5 пока что в пользу команды оппонента раш 3d как видим отрывается неплохо ну и готовы еще один раунд для себя оформить судя по наличию пистолетов игроков команды лог опять же уже увидели точно такие же раунды команды лог где они с пистолетами просто стирают стирают команду оппонента или патрон я бы минус его есть дальше выходит галантис надо его как-то попытаться будем подобрать сложновато это будет сделать пока что зелень минус один оформляет пока что такого не происходит патрона квикер дожимает нас арта есть те самые первые минусы минусах верта погибает на спикер и литл исполняет последние два минуса в итоге 8-5 и выигранная сторона команды раш 3 да это 100% ну что ж два раунда еще остаются два раунда которые необходимы команде лог потому что ну вот видим что происходит с ребятами первые три раунда взяли потом бай раунд проиграли потом после бая реализовали своих два и потом идет просто череда неудач которые хоть надо как-то в конце немножко разбавить хотя бы в пользу но на самом деле посмотрим как же она будет тоже пауза со стороны раш 3d но там ребят достаточно круто неплохо я вижу 12 тысяч у литла это еще до закупа в принципе будет еще на последний если что может раздропать в случае поражения то есть деньги у команды раш 3d не закончится последний если чё но протокол про такое про это нельзя сказать про ребят казахстана там довольно таки все печально как видим по заку там достаточно неприятно пока что по деньгам и в целом по экономике что же анфаус залетает ну и давайте смотреть что нам покажут ребята в 14 раунде решает снова разойтись решает снова действует пока что не спеша своеобразного дефолт раунда расстановки там уже что-то интересное нам показывает в итоге не успевает выпрыгнуть чуя в дверном косаке все же застрял в итоге не пустили но все же разминка видим пользу ура 3d у нас есть как раз айр исполняет это ну и крикер выход на точку б прилетает молотов не один даже выходит есть тут еще и дай который устанавливает уже бомбу ну и аэро заходит спину одному второго почти убивает да и отличная игра от него разворачивается убивает поджимающего ну и надо уже перетягиваться под точку б 7-7-7 особенно очень-очень важен тут остается все же последний он накидывает но литл его закрывает в итоге девятый раунд залетает в пользу игроков команды rush 3d ну и остается последний раунд последний раунд играть ребятам после чего будет у нас смена сторон что ж за бомбы я вижу все же наладились немножко деньги в команду лог есть уже авп который он сейчас попробует реализовать я надеюсь немножко получше чем предыдущим ноут пока что посматривает у нас и сотки и ай промахивается по маусу как же так у ву ву прилетает молот от сотку арт видим зелень пытается защищать не пропустить никого но его даже никто пока что не идет кризин выходит сотки видит первого сперва выстрелял убивая сразу же своего оппонента или патрон дальше будет сам самостоятельно открывать зелень ну и два минуса оформляет подтягивается на вагон кризин его принимает в итоге два в три ситуация флейм уже тоже на точке а убивает в планете у нас мауса в итоге литл сайра остаются вдвоем у литла напомню у нас авп находится на руках 40 секунд до окончания раунда бомба только-только было подогрено флейми и флейм отправляется потихонечку вперед понятия немножко ребята не имеют где же находит а нет ой литл тоже промахивается но с пистолета реализует всю эту ситуацию в пользу для себя минус кризин 17 секунд до окончания раунда на плейсе находится у нас игрок в атаке но вот видимо айра все же выходит и набивает последнего 10-5 заканчивается первая сторона на карте дэтрейн в пользу игроков команды раш 3д ну и по фрагам давайте посмотрим 15 фрагов настрелял у нас маус и эльпатрон 11 видимо от айра литл 12 ну и 9 от арта за первую половину касательно игроков команды лог 16 от квикерта кризин видим 13 11 от флейма 8 от галантиса ну и дая видим настрелял всего лишь 5 фрагов ну что ж начинается вторая пистолетка раш 3д у нас в атаке ну и идут ребят вперед на зелень ну тут дай конечно с молотовом может всю эту атаку установить но сначала он начинает с пистолета убивает сразу же подлезающего на картах арта в итоге уже имеется преимущество у команды лог но вся задумка идет в том чтобы выйти на то самое б в исполнении игроков команды раш 3d подставить бомбу проходит литвы вперед убивает ребята первого дальше хотят кого-то найти но вот дая достаточно далеко оттянулся на бане уже находится боже отходя делает два головошота невероятных от него и отправляет вперед прыгает на вагон добивает еще и пэль патрона последний маус встается минус 4 напомню дая но вот пятого галантис не дает в итоге пистолетку берут у нас игроки команды лог и 11 6 становится счет у нас жестко очень жестко как видим собрался у нас дай достаточный плохим минус показывает надо на пистолетке ну что ж раш 3d решают отыграть быстро решает с помощью трех гранат зайти на точку б но флейм уже кидают хе но правда она никого и таки толком не коцает ну что ж дальше идет раскидка со стороны команды раш 3d все для того чтобы поставить самую бомбу и патрон проходит в плейс и по моему даже бомба не успевает поставить буквально 10 секунды не хватило чтобы все же до конца набрать пароль чтобы поставить этот самый плейс 107 и закуп видим команды раш 3d все же решает ребята закупиться решают не оставлять это все на четвертый раунд маус едем сверхней собой действовать или патрон на зелени ну или там это уже вышел из сотки первого он убивает второго тоже находит дая с юмпом у нас отыгрывает проходит дальше вперед и убивает уже литла вблизи уже юмп оказался немножко сильнее арт стягивается наверх-низ маус галантис ауапа убивает мауса минус квикерт ну и 2 в 3 2 в 3 ситуация галантис ауапа не стоит это забывать и может произойти все что угодно прямо сейчас идет выход зелени проходит дальше вперед минус от флейма в эту нарта сразу же эльпатрон его реализует ну и последний галантис остается с ауапа проходит потихонечку вперед на четвертой линии ну и как видим погибает от рук эльпатрона 11-7 и удается все же взять в пользу для себя пацаной бай от команды раштэшд и ауапа еще литлу капает подобранная от галантиса в итоге довольно-таки неплохо себя чувствует уже команда раштэшдэд но но там снова лютые пистолеты от команды лук и вот этому на самом деле немножко стоит опасаться игрокам раштэшдэдэ ну литл первого уже видим выбирает второго замечает и тоже попадает ху-ху жестко однако очень жестко ну и сверхнизу арт первого забирает к себе зачет второе не хочет идти как мы видим дитл тем временем организовывает еще один фраг для себя третий в этом раунде ну и еще один минус отлита что ж 12-7 12-7 ну и справляется у нас снова вперед команда раштэдэ но я вижу закуп из стороны команды лук и очень неприятный может быть закуп да и первая минусуль второго тоже находит у литл отлично реализует свое воп но вот кризона никак не ожидал тоже вблизи у нас увидеть а дальше проход вперед эльпатрон первого убивает второго все же не удалось закрыть за собой но видим влетают ребята в респаун вражеские команда раштэдэ потихонечку проходит на точку б ну и спину аэра убивает у нас галантиса дальше идет проход и выход и установка бомбы последующая 2 в 3 2 в 3 нет понятия куда смотреть откуда должны выходить их оппоненты но вот более-менее должны понимать аэра минусульс на скриз на последний флейм остается есть у него вопа на руках и решает уже засовить данное вопа на следующий раунд для себя уже может оказаться не по шансу в принципе можно уже сказать уверенно что это тринадцатый раунд для игроков команды раунд 3d ну вот что пазак может закупать команды лук одно вп есть а вот дальше ребята пистолет прикупает для себя и будут пытаться как-то с одним вопа отыгрывать галантис зигзага опять же занимает позицию на сотку листом аэро ну а там простой раунд на точку б в исполнении игроков команды раш 3d залетают ребята уже на плейс галантис первого убивает маунс минус флейм который находился вблизи бомба уже установлена ну и главное сейчас аккуратненько сыграть открытой позиции для галантиса галантис еще один из него маунс находит на перезарядке своего оппонента в итоге встречает не сильно радостно галантис погибает все же вот эль патрона находит эль патрона ну и аэро аэро один в один ситуация и ловит прыгающего своего оппонента погибает и это 14 для команды рождей до 14 раунд но вот теперь закуп есть команды локи на самом деле это очень важно закуп не крути если ребята его дают это 15 для команды рождей и мне кажется оформить там 16 будет нехорошим большим достижением кризон между вагонами оказывается минус страц парад чм я но все и что в литву ввел нас признать работа патронов от о полу полегче с таким девайсом отправляется даже за атаку литл диспетчерская абсолютно никого не видит но 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 или партнер замечает пиксели вражеского игрока в итоге 3 в 2 ситуация бомба устанавливается на точке а ну и как видим один зигзага один с бани выходит не будут ребята конечно же пытаться выходить выбивать данный план это уже на верочку понимаете чтобы раунд взялся такие действия видим что же бомб разрывается пятнадцатый раунд сто процентов для команды rush 3d и команды лук ну вот надо 8 равных подряд брать чтобы хотя бы на ныщу проход команды раз 3d вперед призы спускается есть первый минус него минус арт дальше стреляет еще массу в итоге слушать 24 уже ситуацию хотя бы литл находит минус один сделал уже как-то разбавляет данный раунд но вот и патрон открывается флейсе находит нас галантиса ну и quick art очень такую неприятную позицию он имеет ну и дайк тоже не слишком то удобную а таки литл пытается зажать эль патрон помогает здорово избежать смерти но вот дайк есть дайк с которым не поспоришь 1 в 2 ситуация эль патрон и как видим все же ножки находит у нас quicker быстрее таки 15 8 первый раунд есть из восьми теперь 7 остается команде лук раздропали этот команды rush 3d в принципе пытаются сейчас тоже формить один из последнего себя но начинает свой раунд довольно таки аккуратно довольно таки неспешно аэру только-только сейчас в сотки покажется то вряд ли он сейчас куда-то проберется и будет действовать хотя щас поглядим все же на точку а будет у нас выходить игроки занимает позицию для раскида полетели те самые гранаты но выход на точку б выход на точку б игроки голландос понимает от уже оттягивается на зак где будет принимать кидаются молотов в плейса в итоге литл и арт делает по минусу бомба должна устанавливаться ну и аэра неплохо сжимает минус у нас викиф минус от криз на это арт в итоге 2 2 ситуация бомба установлена эль патрон играет плейн тен в итоге не замечает своего оппонента с другой стороны дай убивает его ну и аэра остается ситуацию 12 и по моему еще и погибает конце 15 9 не ожидала такого поворота событий чтоб далее будет на вагоне стоять тиммейт и открывать своего друга итоге не все так удачно закончилось 15 9 потихонечку мне кажется команда лов идет к успеху таким образом что уж кризом потихонечку проходит вперед арт тем временем под б тусит салют никого не видят кому кого тут увидите никого увидеть что же галантис есть первый минус него погибает литл ну и выход сверхнизу должен быть вот-вот но не происходит и патрон подбирает а вопп а аэра ну и криза погибает хотя минус один за оформлен для себя вверх-вниз закрывает дай минус арт лая на стреляется диспетчерская убивает там у нас квикерта ну и последний альпатрон со вопп остается быстрее всего если не даст сейчас минус будет сейвить один спину уже флэйм обходит его ну и по-моему сейчас его кстати поймает да именно именно так и происходит 1510 будет за команды раш 3d экономический вынуждены играть команда раш 3d потому что деньги как видим уже закончились на те самые баи в итоге пытаться с гранатами выйти на точку а вроде бы как вроде бы как ну вот гранат залетают и выход идет вперед потом вот его кризон дальше же ребят проходит вперед и ва этого сама кризона бомба установлена на точке а дай не получается у него как-то принять своих оппонентов минус еще и галантис но знаете друзья в некоторых случаях лучше командам играть только такие раунды которые они берут сто процентов но байк вообще не получается что поделаешь в итоге 1610 побеждают игроки команды раш 3d данном противостоянии ну и счет становится у нас 21 и это победа приносит им проход мы знаем следующий тур где будет ребята продолжать свою борьбу к чемпионству за ну как сказать правильно не только за деньги ну и конечно за чемпионство и статус победителя про серии черт возьми вот как стоит сказать самое главное но на этом наш игровой день не заканчивается дальше нас ожидает следующий матч это и над куб